Конкурс на разработку проектно-сметной документации, реставрации «Золотых ворот» музей-заповедник провел в июне этого года. Эта работа будет стоить 7 миллионов 400 тысяч рублей. Проект крайне важен. Речь идет об восстановлении памятника древнерусской архитектуры. И музею важно контролировать работу по проектно-сметной документации уже с первых шагов. Именно на начальном этапе можно уточнить многие вопросы и грамотно расставить акценты. Мы настояли на том, чтобы была сделана некая дорожная карта. И на разных стадиях работ, а работа закончится уже летом, вот эти промежуточные варианты решения рассматривались на самом серьезном уровне в Москве. Это памятник мирового значения. И к нему нужно относиться соответственно. Сегодняшнее состояние «Золотых ворот» плачевно. Белый камень сильно страдает от антропогенной нагрузки. А в зимнее время еще и от влияния химреагентов, которыми обрабатывают проезжую часть. Пристройки более позднего периода имеют деструкцию кирпичной кладки. Есть много вопросов по коммуникациям, вентиляции, кондиционированию и непосредственно самим реставрационным работам. На проведенном совещании представители компании рассказали о своих наработках по проектно-сметной документации, базирующихся на ранее проведенных исследованиях, заявив, что некоторые темы пока вызывают бурную полемику среди коллег. Главный инженер проекта Юрий Коваль отметил, что «Золотые ворота» неоднократно были предметом активного реставрационного поиска, но единого цельного проекта реставрации для всего сооружения на сегодняшний день не было выработано. Задачей сегодняшнего коллектива является как раз разработка такого проекта, который бы соединил все ранее выполненные исследования в единый блок, дополнил вот эти расползающиеся пазлы недостающими участками. Члены научно-методического совета при Министерстве культуры, которые приняли участие в совещании, посоветовали подрядчику заблаговременно представить эскизный проект «Комплексная реставрация в методический совет», чтобы эксперты могли дать свои замечания и предложения до завершения работ над конечной версией проектно-сметной документации. Итоговый пакет проектно-сметной документации должен пройти защиту в Министерстве культуры, и только после этого можно будет говорить о выделении всей необходимой суммы на реставрацию «Золотых ворот».